Когда семья Андерсон купила новую лошадь, они все влюбились в голубые глаза этой лошади. Но, может быть, им не стоило так радоваться, потому что они купили далеко не обычную лошадь. Они узнают об этом тогда, когда их ветеринар позвонит в полицию, Билли и Эрика не знали, что им делать. Ветеринар не сказал им ни слова, когда взял их лошадь, в чем дело. Может быть, это как-то связано с ее странным поведением, которое они заметили накануне ночью. А может быть, там было что-то другое, ветеринар возвращается через 10 минут без лошади. Прежде чем они успели спросить, где она, ветеринар сообщил им, что только что вызвал полицию и что они уже в пути. Маленькая Джейн плакала и кричала, что хочет обратно свою лошадь. Но когда ветеринар дал объяснение, пара вдруг все поняла, как они могли быть такими наивными. Однако, чтобы лучше понять эту ситуацию, послушайте небольшой рассказ. Андерсоны были молодой семьей, живущей в Вермонте. Билли, Эрика и их шестилетняя дочь Джейн жили вместе в небольшом городке. Семья Андерсон пыталась преодолеть потерю любимого коня, коня, который был членом у этой семьи в течение 11 лет. Рия был настоящей частью их семьи, Рия стал первым другом Эрики, когда ей исполнилось 16 лет. Домашняя ситуация у Эрики была не самой приятной, родители не позволяли Эрике вступать в контакт с другими детьми. Эрика часто фантазировала о недосягаемом для ее родителей мире. Когда у нее появилась возможность, она купила лошадь, потому что рядом с лошадями она всегда чувствовала себя в безопасности. В первые два года Эрика и Рия были самыми лучшими друзьями. Рия был лучшей опорой на всех этапах жизни Эрики, включая ее первое свидание с Билли и рождение их новой дочери Джейн. Конь был чем-то особенным для их семьи и, поскольку он всегда был рядом с Эрикой, был очень важен также и для их дочери Джейн. Когда Рия не стала, стало ясно, что его очень не хватает. Семья была очень опечалена, но у них была идея, как преодолеть эту ситуацию, давай возьмем новую лошадь. Сказав это, Эрика должна была признать, что она не была уверена в своем плане. Билли с сомнением покачал головой, он знал, что еще слишком рано покупать новую лошадь. Рия много значила для жены и для Джейн, и он даже немного удивился ее планом так быстро купить новую лошадь. Однако в их жизни была дыра, которую нужно было побыстрее заполнить. Эрика и Билли обсуждали это еще несколько раз. Билли беспокоил тот факт, что Эрика слишком быстро сдалась, она сделала все, что было в ее силах, чтобы убедить мужа в том, что она готова к переменам. В конце концов, Эрика убедила Билли, и они решили завести коня. Первым препятствием, с которым пришлось столкнуться семье, был выбор породы их новой лошади, их выбор пал на мустанга. Джейн было бы легче к нему привыкнуть, потому что Рия тоже был мустангом. Затем семья начала искать в интернете лицензированного заводчика, потому что Джейн очень хотела завести новую лошадь. Супруги не очень хорошо знали мир лошадей и полагали, что поиск в интернете даст им больше возможностей. После долгих поисков они нашли двух конезаводчиков. Пара решила выехать на выходные и запланировала визиты к обоим заводчикам. Однако их поездка оказалась для семьи немного разочаровывающей, первый заводчик сразу вызвал в семье нехорошие чувства. Хотя лошади были хорошими и милыми, а Джейн и Эрика любили кататься на них, оказалось, что лошади жили в плохих условиях, да и цены тоже показались им сомнительными. Не повезло молодой семье и со вторым заводчиком. Хотя этот заводчик был аккуратным и, казалось, лучше заботился о своих лошадях, по прибытии пара все же узнала плохие новости. Две последние лошади были только что проданы, Эрика и Билли были раздосадованы. Неужели они зря собирались в дорогу? Билли и Эрика решают, что лучше вернуться домой и придумать новый план. Однако через 15 минут езды пара увидела ферму, может быть, это судьба, Эрика была в восторге. Она уже начала терять надежду и немного растерялась, увидев маленькую ферму на обочине дороги. Она поворачивается к Билли и умоляет его остановиться и проехать туда. Что-то подсказывало ей, что они найдут там-то, что искали. Молодая семья решила, что им не помешает просто пойти туда и посмотреть. Молодая пара находилась в небольшой деревне и не ожидала многого от посещения небольшой фермы, и они оказались правы. Хозяин объяснил, что у них всего пять лошадей и всего два мустанга. Тем не менее, одна лошадь сразу же привлекла их внимание, это был один из мустангов. Маленькая Джейн с энтузиазмом прыгала вверх и вниз и явно чувствовала себя такой же, как ее мать. Лошадь была похожа на любую другую лошадь, но самым очаровательным в ней были ее глаза. Это были самые яркие голубые глаза, которые они когда-либо видели у лошади. Лошадь рабела и ржала, держась на расстоянии. Она отличалась от других лошадей, которые танцевали и скакали в надежде привлечь внимание. Вместо этого мустанг пристально смотрел на дверь. Рабочий объяснил, что лошадь была на пастбище накануне вечером и до сих пор не может успокоиться. Поскольку лошадь была анонимно оставлена на ферме, они мало что знали о ней, кроме того, что она не была чипирована. Андерсоны хотели лошадь, но у них были сомнения. Однако сотрудник заявил, что ферма обычно не продает животных без предварительной проверки личности. Но это был маленький городок, и они уже несколько месяцев не продавали ни одной лошади. Все это вызвало у сотрудника желание сделать исключение для молодой семьи. Не пожалеют ли они об этом? Супруги были в восторге и зашли внутрь, чтобы подписать необходимые документы. Все шло слишком хорошо, чтобы не купить эту лошадь. Пока Билли и Эрика подписывали бумаги, юная Джейн играла с новым членом семьи, который медленно привыкал к манерам молодой девушки. На подписание и сохранение всех документов ушло около часа. В конце концов, молодая семья вернулась домой со своей новой лошадью. Все были в восторге, особенно Джейн, которая теперь стала ее новой лучшей подругой. Вскоре на пути их радости встанет великое открытие. Одним из условий забрать лошадь домой было обещание подвергнуть ее полному ветеринарному осмотру по состоянию здоровья, так как такой возможности в том хозяйстве не было. Они еще не знали, куда их приведет этот визит. У семьи была возможность отвезти свою новую лошадь, которую Джейн метко назвала Шэдоу, к ветеринару в тот же день, но им пришлось задержаться. Поэтому они решили назначить встречу на завтра. Во-первых, они хотели познакомить Шэдоу со своей новой конюшней. Когда они вернулись домой, Шэдоу, казалось, излучал возбуждение и энергию. Они смотрели, как он тщательно осматривает каждый закоулок своей конюшни, пока затем не уснул. Это был долгий день для него. Семья уже влюбилась в свое новое приобретение и была очень рада забрать его домой. Но было много вещей, которых они не знали, тот день был для них полон напряжения, и на следующий день они записались на прием к ветеринару пораньше. Семья была счастлива как никогда, они думали, что нашли идеальную замену Рия. Но, к сожалению, их радость длилась не так долго, как они ожидали. В ту ночь, около двух часов ночи, их разбудил громкий крик снаружи. Билли был потрясен этим, и ему пришлось собраться с духом. Все еще протирая заспанные глаза, Билли спустился вниз, чтобы посмотреть на коня. Когда Билли вышел, Шэдоу уже не было в конюшне, он подошел к задней двери и остановился возле нее. Билли был невероятно сбит с толку таким поведением. Ни Рия, ни любая другая лошадь, о которой он когда-либо слышал, никогда так не реагировала на заднюю дверь, конь продолжал реветь, пока его не отвели обратно в конюшню. Он не дрался, слишком уставший, чтобы точно сказать, что произошло, Билли закрыл дверь сарая и вернулся наверх. Всю оставшуюся ночь он не слышал рева. Семья едва успела придумать объяснение такому странному поведению коня, и через час у них была назначена встреча с ветеринаром. Они собрались и сели в машину. Почему-то Шэдоу все еще казался очень усталым. План состоял в том, чтобы оставить Джейн дома, так как им, скорее всего, придется ждать. Но Джейн не отходила ни на шаг от Шэдоу, поэтому они пошли все вместе. Они должны были отправить Билли к ветеринару вместе с Шэдоу. Когда они добрались до ветеринара, тот уже был очень занят, потому что они немного опоздали, и семье пришлось немного подождать. Так как парковка тоже была сильно заполнена, Шэдоу привлекал к себе много внимания. Такой голубоглазой лошади раньше никто не видел, и у людей возникало много вопросов. Они не смогли ответить почти ни на один из них, потому что сами не проводили никаких исследований. Почему у Шэдоу такие яркие глаза? Теперь, когда им пришлось ждать ветеринара, они начали искать в интернете дополнительную информацию. Однако они не смогли найти ничего особенного. Ветеринар подошел к Шэдоу, быстро осмотрел взволнованную лошадь, а затем отвез ее в свой кабинет. Билли был сбит с толку, так как ожидал, что они присоединятся к нему в кабинете, чтобы отвлечь Шэдоу, когда врач будет делать некоторые тесты. Так, как он когда-то сделал с Рио, семья ждала возвращения ветеринара, и он вернулся через 10 минут. Но с ним не было Шэдоу, прежде чем они успевают задать вопросы, ветеринар отводит семью в другую комнату. Здесь он начинает объяснять ситуацию, он сообщает семье, что уведомил полицию и что Шэдоу скоро заберут. Билли и Эрика были удивлены этим, а Джейн расплакалась. Кричала, что хочет вернуть свою лошадь. Ветеринар объяснил, что отчет об исчезновении лошади поступил несколько дней назад от очень богатого анонимного заводчика, и что Шэдоу идеально подходит под это описание. Он также предложил щедрое вознаграждение за нахождение своего уникального скакуна. Ветеринар продолжал объяснять семье, что у них нет проблем, но он должен был позвонить в полицию, прежде чем уведомлять их, поскольку он понимал, что их привязанность к лошади может быть уже настолько сильной, что они решат сбежать. Владелец лошади прибыл вместе с полицией примерно через 30 минут и сел рядом вместе с семьей. Он доказал им, что лошадь принадлежит ему к большому разочарованию Джейн. Ей было все равно, кому принадлежала лошадь, она по-прежнему считала Шэдоу своей лошадью. К счастью, были и хорошие новости. Как упоминал ветеринар, за нахождение лошади тоже была обещана награда, и президент с радостью сделал все это для семьи. Кроме того, он позволит им видеть сокровища, настоящее имя Шэдоу, в любое время, когда они этого захотят. Через несколько недель семья купила новую лошадь. Они использовали вознаграждение, чтобы купить более дорогую лошадь, которая была должным образом полностью осмотрена. Вскоре они полюбили эту новую лошадь так же сильно, как и Шэдоу. Все были рады и счастливы. Продолжение следует...